Таисия 4 года. Таисия 4 года, 29 числа идем ее поздравлять. Еще по датам, пока у нас заказов нет, да, получается? Да. То есть ты закончила календарь? Я написала нам по листочкам, чтобы распланировать. Я хочу сказать, какие задания будут приходить, нужно их сразу делать, потому что сейчас пойдут, ребят, сегодня мы съездили первый раз, первый выезд, наш был Дед Морозов с Снегурочкой. Когда нам из Ольда Катя его покажет, я сразу понимаю, что пойдут сразу заказы. Смотрители это увидят и начнут обязательно делать заказы. Пойдут заказы, в том дело, что, я хочу сказать, уважаемые смотрители, пока что вы еще даже не увидели это видео, как мы сегодня были, замечательных ролях Снегурочки и Дед Морозов. Снегурочка, Дед Мороз, заказывай. Покажу вам, это было классно, интересно, детишки, у нас такси на парад. Пока горячие. Остались впечатления красивые. Разбирай, разбирай. Даты у нас ограничены будут скоро, поэтому нужно немножечко поторопиться, заказать, потому что скоро Новый год, чтобы мы успели прийти именно ко всем деткам. А также мы можем прийти и на взрослые, не забывайте об этом. А также все корпоративы рабочие. Значит, а, ребят, а еще я хочу рассказать, как мы сегодня все-таки съездили. Значит, приезжаем мы на место. Да, там такой красивый дом обалденный. Нас, значит, встречают и ведут сразу, куда бы вы думали. Ребят, ну-ка скажи, куда, думаешь, нас привели? В зал. Куда? В гостиную. В зал. Нет, не в гостиную. В баню. Да. В баню. В баню, абсолютно верно. Серьезно ты сейчас? Мы помылись, попарились. Мы помылись, попарились венечками. Потом переоделись, переоделись в Дед Мороза и Снегурочку. Ну, мы раздельно мылись, естественно, в купальниках. Ну, не болтайся, вместе, Вася, зачем ты скромничаешься? Вместе мы мылись. Мы были в купальниках, мы просто брат и сестра, нам можно купаться вместе. Естественно. Вот, это бед, конечно. Вот, мы переоделись, значит, в Дед Мороза и Снегурочку. Ну, там мы друг другу помогали, там, красились, там, это, я, значит, заколол, это. А потом пришла Ирина Петрова нам помогать. Ну, вот. Поклонница. Не поклонница, наш ангел-хранитель. Да, наш ангел-хранитель. Вот, она пришла нам помогать, там, что-то, ребята, говорите, сейчас я вам здесь вот чук-чук-чук, что-то там, там, помогало нам как-то. Все, мы вроде оделись. Мы вроде оделись, она ушла. Да, мы в бане. Потом из бани мы пошли в дом. Но сначала заходила Катюша, чтобы она же надо было позвать Дед Мороза. Да, дедушка, давай. Да, значит, она заходит. Значит, заходим, она. Дед Мороз! Дед Мороз! Да! Вот так вот, а. Я угадал. Да, абсолютно верно. Это Катя так делала? Нет, это я делала. Покажи, как Катя делала. Как Катя делала? Она вот так вот. Вот так ты делала. Вот, вот. Заходим мы туда. Заходим мы туда. То есть, Снегурочка меня зовет. И заходим. И там прекраснейшая елка и детишечки. Там Машенька была. Это дочка Елены Петровой. А когда я зашла, да. Это елка. И они вот так выстроились в ряд возле елки стоят. Разволновались. Да. И стали стоять. Маленькие. Вообще, так интересно это было. Ну вот, захожу, значит, я. Ну, давай с ними знакомиться. Здорово, Саня. Я говорю, привет, как тебя зовут? Машенька. Привет, Верочка. Привет, Сашенька. Ой, говорю, какая у вас прекрасная елочка. А что же она не горит? Прикол, прикол. Лия, слушай. Подготовлено, где-то минут пять мы зажигаем елку. Ну, как бы, раз, внутри, и все, она не горит. Там это. И слушай, слушай, слушай. Я говорю, ой, что же она не горит? Тут Маша срывается такая, берет в розетку и включает елку. И пять минут программы, фу, вылетело вообще. Елка загорелась. Да, Маша прошарит. Вообще. У Маши родители. Другие мальчик с девочкой, Дверочка, вот Сашенька, встали. Чего же елка не горит? Стоят, ждут. Что же делать-то? А Машенька не растерялась, пошла, включила. Вот. Наверное, елка Машина из дома. Ну, естественно. Ну, да, дома была Машина. Знаешь, потом, мы потом стали, значит, Катюшенька, загадки загадывали. Ну, давай попробуем, какие загадки? Максик, давай, я загадываю загадки. Уверен, что ты не угадаешь. Ну, давай попробуем. Ну, давайте загадывай, который загадывал детишка. Да, мне кажется, никто не угадывал. Представим, Макс, что Макс стоит около елочки. Давай, Максик, загадочки, поехали. Я здесь с тобой тоже. Максик, кто пришел издалека, снегом занесен слегка. Максик, кто подарки нам принес? Это дедушка Альбинос. Ой, не угадали. Да ну, ребят, ну подумайте хорошенько, ну не Альбинос, это Дедушка. Красный нос. Красный нос, дедушка, а второй снегок. У него красный нос, и кто? Как зовут его? Максик, не плачь, Юрочка. Георджи, как дедушка зовут? Нет, не плачьте, подождите. И это, кто подарки нам принес? Нет, молодец, Юра, правь, все так делай. И еще бывает холодно, когда холодно на улице, когда что? Когда холодно на улице, что? Если есть миленький. Снеговик, говорит. Как еще? Гид Мороз! Гид Мороз! Я же говорил! Да, следующая загадка, следующая загадка. Вторая, Макс, ты там у меня отмажешь там козятки что-то? Вставай сюда, Макс. Следующая загадка, ребята. Всем ребятам нравится зеленая красавица. Шарики, иголочки на новогодней... На чем новогодняя зеленая красавица? Кто это? Мам! На новогодней... Юрочка, Юрочка, ну что ты? Корочки. Какая корочка-то? На новогодней... Молодец! 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 Это мой брат! Юрка, красавчик! Следующая загадка, ребята. Нарядили елку в парке. Всех детишек ждут подарки. Э! Что он обижает? Дальше загадочку слушайте. Это мой брат мне сказал. Нет! Не надо так делать! Не надо так делать, ребята. Красавчик! Сейчас Дед Мороз обидится и уйдет. Сейчас Дед Мороз уйдет, если вы не будете отгадывать загадки. Давай! Так. Нарядили елку в парке. Что он там где? Я тут буду. Не бойся, Максик. Я тебя защищу в сладкий воде. Все, давай отгадывать нормально. Давай, нормально отгадывай, Юра. Нарядили елку в парке. Всех детишек ждут подарки. Дед Мороз придет вот-вот. Это праздник! Новый год! Новый год! Ура! Как быстро отгадали. Ты знал отгадку? Не, не знал. Не знал. Не знал. Следующая загадка. Корабли и паровозы. Куколки и Марки ждут ребят под елочкой в Новый год. Поддарки! Поддарки! Макс Мурашечка! Я первый сказал! Нет! Ты предыдущую загадку первую отгадал. А это у нас Максик. Следующая, ребят, загадочка. Сейчас ты говори. Ребята, становись-ка в хоровод. Скоро Дед Мороз придет. Идет он тихой улочкой с внученькой... Дурочкой! Да Юра! Кто? Ну какая дурочка-то? Внучка-то у Деда Мороза кто? Кто я была сегодня в костюме? Снегурочка! 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 Вот такие загадки. А по что пальчик вытерешь, когда я изо рта сейчас выйду? Максима, как ты и сказал! Нет! Ну что ж такое-то? Ребят, ну а дальше? Когда мы отгадали загадки, дальше мы... Дальше мы стали играть в игру «Заморожу!» Ой! Да, нет! А оказывается, это не так, как мы репетировали! Нет! Оказывается, заморожу! Она другая! Я говорю, я заморожу вам носики! И ты должен прятать носик! Я заморожу вам животики! Вы прячьте животики! Давай потренируемся! Я заморожу вам... Да! Его! Потренируемся! В смысле, ты про колено? Я говорю, его заморозь! Да! Макс сейчас не успеет! Беги, замораживай! Вот! И я сейчас заморожу носики! Скорее носики! Заморожу животики! Животик что? А ты размораживай! Да! Заморожу попочки! Ой! Попочку прикрывай! А ты чё ж не прикрываешь? Нет! Нет, Макс! Ты чё стоишь попу подставил? Смотри, ну! Заморожу попку! Давай! Держи попку! Смотрите! Заморожу попку! Ты должен прятать! Ну конечно, ребят! Ну что такое? Ладно, ребят! Вы весь утренник будем рассказывать! Ну короче, мы сыграли в заморожу! Потом... Катюша с ребятами, с малышами... Танцевали снежиночку! Танец снежинок! Да! А потом мы ещё сыграли... Не выпустим Деда Мороза! Так стали все взрослые! Мы пытались... Я пытался вывести из круга! Мне не давали! Да! Такие дети! Да! Они там вот! Ой-ой-ой! А потом я сел отдохнуть! И мне ребята рассказывали стиски! Столько стихов! Пелик песни! А ещё самое главное! Знаешь какую песню пела девочка Машенька? Какую? Вот так! Ой, Мороз, Мороз! Твою любимую Катю! Мороз! Не морозь меня! Да! Эй! Вот так она в глаза смотрела! Вот так! Вот меня жена! Ой, ревнивая! Она прям так в глаза смотрела! Да! И потом мы на колесках фотографировались! Они все такие весёлые! Я раздал им подарки! Они были счастливы подарком! Они были такие счастливые! Да! И потом, когда мы стали уходить, они поезжали и прям целовали нас! Ребята все, наверное, мальчишки маленькие целовали! И девочка Машенька! Девочки обычно к деду, а мальчики к Снегурке! Нет! К Снегурке все! Все к Снегурке! Я была красивая! Она была красивая! Я-то дед-то! Ну что там уже! Они вот так смотрели! Переписнику смотрели! Ааа! Ой ты, Снегурочка! Запала им в душу! Запала! И деду запала! Здорово вообще! Поэтому, уважаемые смотрители! Возможно, сегодня или завтра вы увидите наше видео, как мы сходили и поздравили к Ирине Петровой! Кстати, Ирина Петрова, спасибо тебе огромное за это задание! Ты можешь голосовать, повышать нам рейтинг и написать отзыв! Понравилось ли тебе? В чат можешь написать отзыв! Мы будем с удовольствием, если нам дадут такую возможность, мы с удовольствием прочитаем этот отзыв! И, уважаемые смотрители, вы можете прямо сейчас, прямо сейчас заказывать Деда Мороза и Снегурочку, Катерину и Вась-Васича! Да! Голосуйте! Поднимайте рейтинг! Конечно! Присылайте задания, чтобы было все хорошо! Заказывайте Катерину! Что? Что ты говоришь Ли? Я и параллельно! Если заказать Лию, она отлично рисует драконов и грустный дождь! Вот! Но она также очень хорошо может сделать чебурашку! Напомню об экономии костюма, потому что костюм не придется уши покупать! Личка, расскажи о чебурашке! Покажи свои ушки, как ты можешь сделать! Расскажи о чебурашке! Вот! У нее какие ушки для чебурашки! А пускай она сама это сделает! Да, Лия, расскажи, что ты делаешь? Расскажи, как ты сделаешь чебурашку! Я принесу шкурки от мандарин! Отлично! Слышали? Вы можете доказывать, что чебурашка вам придет шкурки от мандарин! Все для детей! Шкурки от мандарин все для детей! Последний чупа-чупс сама сосет! Сама сосет последний чупа-чупс! Какая-то антиреклама получается! Вы специально это делаете? Нет! Ну вы считаете, что после шкурки от мандарин это хорошая реклама? Вообще-то по образу все, понимаете? По какому? По чебурашке? Чебурашке ты хороший друг был! Да конечно хороший друг! Ну кушать-то ему что-то надо, пока он ехать до детей будет! Чебурашку последний отдаст! Максик, у нас есть другие персонажи, это Чебурашка А еще у нас есть персонаж Приехайте поздравить меня с Новым годом Лия Екатерина Дата 29.. ВЕЧЕРАМ! АДАРИК КОЛЕСИНА! АДАРИК КОЛЕСИНА! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое тебе за это прекрасное задание Мы придем к тебе, поздравим с Новым годом Я буду чебурашкой, будет круто Кошурки от мандарин, все что захочешь Все для тебя Даша, спасибо Мы заранее тебя любим Очень хотим с тобой уже заранее познакомиться Не забывай, что 29-го мы Таисия еще есть Да, 29-го числа у нас Таисия, значит, там вечером У нас получается на 29-е уже 2 записи Это к Таисии 4 годика Это детский утренник Я понимаю, Даша у нас будет взрослая вечеринка Взрослая вечеринка, да, вы с Леей сделаете А ты можешь, кстати, Дед Мороз Идать костюм Леей оденет, Дед Мороза И она будет Дед Морозом, а я Снегурочкой Нет, она будет чебурашкой Хорошо сказала Ну потому что она хочет быть чебурашкой Так, Таисии 4 года и Даша взрослая пишут А как вы скажете, куда Дед Мороз делся? Смотри, Дарья Калесина прекрасная взрослая девушка Она прекрасно понимает, что есть чебурашка А мы с удовольствием в вечеринку можем одеться Они реально на взрослую вечеринку оденутся Другой костюм А да, они показывали этот костюм довольно-таки интересный А может Дарья Калесина, Данил Калесников? Вот, мы хотим, мы оденемся, да, на... А, может это Данил? Данил Калесников, ты надеешься на это? Даша, спасибо большое за задание Очень хотим с тобой познакомиться Обязательно придем в лучшем виде Напиши, кем ты хочешь нас видеть Дед Морозом и Снеговичкой Или другие взрослые костюмы Даша, Даша, Даша Получилось, получилось, получилось Классно, классно, так клево Хорошо Отлично, у нас значит Так, еще мы не забываем задание Нам нужно посетить еще деток, поздравить Обязательно, завтра мы пойдем с тобой Пойдем с тобой завтра Куда-нибудь пара домам, да? Макс, ты заряжайся, Макс, ну покажи, что ты тоже, может быть, Пеннивайсом каким-нибудь Тебя тоже позовут, Максик Конечно, Максик Юрочка, а ты кем? Ну, может быть, клоуном? Давай А ты, может быть, розенбаумом? Ха-ха-ха Гитара, шапка эта Дети С Новым Годом, дети Не сидите на зоне, дети Нет, мы про Афганистан, там Афганистан, дети Ну, наверное, про Новый Год В Новый Год Все без хлопот Мандарины и компот В Новый Год В Новый Год Мандарины и компот Какие нахер это дети? Это розенбаум поет Детям сто грамм на лете? Розенбаум к детям не ходил А он пойдет детям розенбаум Катя Ты пропустила весь наш диалог с братом старшим Ладно, прослушала Я думала, вы собираетесь на взрослую учебинку Катя, если у тебя есть люди Ну, ты же там девушка на БМВ, которая тебе еще не дала задание Ой, если это девушка на БМВ, откликнись, пожалуйста Пожалуйста, пришли мне за задание Привет, Милана Ой, Милана пришла Мы приехали, мы были сегодня на день рождения Это привет, сметанец, Милана Ну, класс, класс Я поднял мир шевел Класс Мы вернулись Ездили мы отлично, Миланочка И хотим передать привет всем, кому мы сегодня ездили Ирина Петрова Все твои соседи, близкие, родственники Обязательно детишкам Маму, я знаю, зовут Надежда Михайловна, если не познакомился А я познакомился там с Владимиром Федоровичем Всем привет передаем Также Верочке, Саше, Машеньке Машеньке, такое творилось Ой, мы сейчас тут рассказывали Мы просто осмеялись все Да, большой-большой вам всем привет И поздравляем вас еще раз с наступающим новым 2015 годом И желаем вам всего только радости Всего самого прекрасного Вот, Миланочка, нам еще пришло задание поехать Поздравлять с Новым годом Ли и я Милан, скажи, пожалуйста, у тебя есть дети? В округе знакомые? А вообще дети есть? Нет, мы же не спрашивали никогда вообще А, ну давай, спроси Милан, у тебя есть дети? Нет, у меня нет Ну все, что ты? Отлично А вокруг знакомые какие-то? Может какая-нибудь у соседки есть? Мы сходим, обязательно поздравим Я вам напомню Я до какого-то определенного момента была уверена, что я нахожусь в Смоленской области Как вы думаете, в этом районе есть ли у меня знакомые дети? Я не знаю Нет детей Ваш, не расстраивайся, мы сами найдем, Ваш, ты главное не расстраивайся Завтра выйдем с тобой с утреца Пойдем искать детей Будем собирать Нет, мы пойдем по ближайшим магазинам на остановку Мы раздадим объявление Объявление И объясним, что мы можем прийти и поздравить их с Новым годом Печка, печка, печка Ребят, печь Помните танец? Танец, танец Готовы? Перед печкой Ииии Подожди, подожди, подожди Давай, давай Давайте И что у нас там? Давайте на дракона прямо Успел Ребята Разбираем Так, мамка, положи на стол Слушай, Юр, ну это как ты как это Ну, Юр, ну что ты взять Я буду выдавать всем по-вытащи Ладно, давай, Катя Всем строго по-вытащи Не надо трогать мои волосы Итак Давай Хлеба сколько? Хлеба Это все Юрцу тебе Ты же без хлеба жить не можешь Три От Любовь Шпионской Три хлеба Юрцу От Любовь Шпионской Огромное спасибо, Боже Три хлеба Бородинские черные Так, что еще? Для Алии Морковка Это значит от Любовь Шпионская тебе Да, Любовь Шпионская Спасибо большое за хлеб Хлеб у нас есть, все хорошо теперь Спасибо Да? Да, это прекрасно на самом деле Что, что, что? Так, для Алии Морковь один килограмм От Дарьи Колесиной Спасибо большое, Дашенька Дашулька Блин, мы сейчас только к тебе придем Чтобы я дожила Главное, еще чупачупся от Дарьи Колесиной Ого! Дашенька, солнышко мое Спасибо тебе большое Это она, чтобы мы дожили Что дальше? Спасибо, Лава Васильевича Доширак От Любовь Шпионской От Любовь Шпионская Любовь Шпионская Слушай Спасибо тебе за Доширак Видимо, ты смотришь нас И реально видишь Кто что любит Он любит хлеб И гладит меня по волосам Я люблю Доширак Аккуратно Лея, Лея Я перепутала Спасибо огромное, Любовь Спасибо тебе за это Это дорогого стоит Спасибо за Доширак Тебе тоже от Любови Шпионской Чупачупс Да? Да Любовь Шпионская Спасибо большое за За Чупачупс Я их очень люблю Блин, здорово Спасибо большое Так классно А, Шлионская Шлионская А я ее Шпионская называла Нет, Шпионская Она, скорее всего Шлионская Она была до этого Шпионская Нет, у нас была Шпионская Давай дальше, Кать Просто читай для Катерины Ребята, кто пишет нам это? Мне для Катерины прислали Килограмм груш О, класс О, Ага От Дарьи Колесиной Спасибо вам большое Дашенька, спасибо Вы сегодня героиней нашего дня Спасибо вам большое Смотрите, она нам прислала задание И еще вот груши Пусть Катя скажет ей Да, Дашенька, спасибо тебе большое Я очень еще не знакома с тобой Очень не хочу с тобой познакомиться Спасибо большое На самом деле Это мой любимый сорт груш Я очень люблю груши Катюшенька, можно попробовать? Тут Вася сейчас Да, можно Очень хочу попробовать грушу Мы вчера так мандаринки съели Ой, Господи, как же это вкусно будет Я так люблю груши Миланочка, угощайся Всем по одной Ой, у нас сегодня грушевая пати Миланочка, подходите Угощайтесь Конечно, Миланочка Максик, иди ко мне, мой зайка Сейчас я подую еще Ну, потом тебе не достанется, как всегда Иди ко мне, мой маленький Иди ко мне, мой хороший Только сюда не подходи с этой стороны Никогда Никогда Ну да, там опять камера Ты сегодня на бандита Такой вкус Да, реально вкусно Бандитом А мне наоборот Сегодня нравится Да Мне кажется, сегодня больше вкусно, Жанна Ладем этого назад Возвращаем Вообще хочу Даша, спасибо большое Такие фрукты Любовь шпионская Спасибо большое Ммм, как вкусно Они божественные Просто божественные Даша, спасибо Да Эту замечательную грушу Которую, я надеюсь Очень аппетитно Хочу вообще сказать спасибо всем Кто нас смотрит Кто нас поддерживает Кто нас как-то пытается прокормить Немножечко Кто нас как-то прокачивает Присылает нам задания Которые мы интересны И которые хотят нас видеть Особенно в эти праздничные дни Спасибо большое вам За то, что вы с нами Спасибочки Да, спасибо огромное Мы любим вас Сегодня какое число? 23-е сегодня Да 23-е 23-е число 23-е число А что мы завтра делаем? Так клево А завтра что мы делаем? Я не знаю, что мы завтра Можно на это задание? Ребят, на самом деле Не медлите Присылайте быстрее задания Дней остается все меньше и меньше А Новый год Не заметим, как быстренько подойдет к нам уже Незаметно подкрадется Поэтому присылайте нам задания Мы хотим вас поздравлять С Новым годом Отседуши Ребят, правда Действительно Мы так уже соскучились по заданиям Давайте-ка соберемся вместе И что-нибудь смешное Пришлем Придумаем Какие-нибудь задания Что-нибудь там Я не знаю Какие-то действительно смешные задания Ловкие, смелые, умелые Не стесняйтесь Присылайте Мы реально ждем Ваших заданий Потому что Мы хотим играть Да Мы хотим играть Да 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 Мы хотим играть Вы играете нами Мы ваши игроки Вы наши герои Это игры реальности Спасибо вам, что вы у нас есть А мы у вас Все будет хорошо С наступающим С Новым годом Милан, говори Милан Проживать должна сейчас На самом деле Играют нами Видишь как Очень долго Очень долго Пауза была Вот тут ли можно было И оп Очень долго А теперь я скажу Давай А вам не кажется Что нас дурят всех здесь? В смысле? Я сегодня Что-что Почему дурят, Милан? А я объясню Я сегодня думала И простроила такую Попыталась простроить Хоть какую-то Логическую цепочку К тому, что происходит В этом прекрасном доме А зря И теперь смотрите Я С помощью магии Призвала Лию Так 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 Лия пришла Ну это естественно Здорово Лия С помощью магии Призвала кого? Черныша Я с помощью магии Выпустила кого? Беляша Чудесно И они запретили Пользоваться магией Да, и объясните Почему они запрещают Теперь пользоваться Точнее не то, что запрещают Говорят, что она не нужна Как не нужна? Это у вас надо спросить Не, а я тебе объясню Они боятся, что вы Их как призвали Так и отзовете А, то есть Я тебя породила Я тебя и убью Понимаешь, что фишка? Реально Они чувствуют Если вы смогли Их призвать Присоздать Они также боятся Что вы их можете Экспилляр Ну, как бы Стереть, понимаешь? Да, и мы сможем Да вы же их видели Ну, видели Я думаю, что и вы понимаете Что мы с ними не справимся Вы хотите сказать Что вы породили то С чем сами не справляетесь? Нет Мы не породили Призвали и выпустили А, а зачем вы призвали? Сапинцов я Я случайно Я совершала другой ритуал И просто немного увлеклась Так, значит Они пришли сюда Вопрос Они этим воспользовались Нет, они этим воспользовались Если они воспользовались Значит, они хотели выйти И им что-то надо Запретить нам магию Что за ерунда? А зачем? Вот к чему я и говорю Вам не кажется, что нас здесь всех дурят? Тебе говорят, что запретят играть на гитаре Тебе говорят, что запретят есть тушенка Что за ерунда? А кто нам может запретить что-то делать? Правда Ну, есть создатель игры И его слово закон И мы все это помним Ты забыла об этом? Ну вот Просто я пытаюсь понять Что за игра идет Давайте их грохнем Что с нами хотят сделать? Лика всегда вот Отличные предложения делает Почему ее никто никогда не поддерживает? Милан, непонятно Лия предложила их грохнуть Почему ты никогда ее не поддерживаешь в этом? Объясни Хорошие... Стоп! Давайте вы их грохнете Я к этому причастна не буду Потому что я не знаю Ты же позвала Беляша А кто его грохнет тогда? Я знаю, что я... Как это по-вашему не вывезу? Что за... Правда это? Я думаю, надо поддержать Лию В плане того Что каждое мнение Оно нужно Нужно слушать его Выслушать И как бы обсудить Давайте обсудим Зачем нам грохать Черныша и Беляша? Создатели игры Да, создатели игры Подлогонилась игра Абсолютно логичная Давай обсудим это Давай грохнем Зачем, причина какая? Отойди Ладно, причина есть Причина здесь одна Какая? Они пришли И наводят тут свои порядки А если мы их грохнем То закончится игра И будет твой порядок Ну да Отлично Кто за? Я надеюсь Чернышко и Беляша Надо поговорить еще Нет, нет, нет По-моему надо голосовать Кто за? Нет, ребят Нет, смотрите Они пришли Навели свои порядки Хотя вызвали их мы Значит можно их и грохнуть Игра закончится Да почему закончится? Она же до этого была Она сказала гениальную вещь? Нет Наоборот Погритесь чуть-чуть туда все Просто может быть Мы не причастны к этому А кстати да Они могли заставить нас всех думать Что это якобы мы причастны А на самом деле Чтобы у вас всегда была вот такая возможность сказать А давай-ка ты с ним разберись А ты вот с ним разберись Понимаете какие они хитрые? А это чтобы все камни на нас что ли сыпались? Я ничего не понял Если они нас подставляют Это же они нам внушили Что смотри Я никогда не получал информацию конкретно от Миланы Что это она призвала Я никогда не получал конкретно информацию от Ли Что это она призвала По сути ту информацию которую мы получили Что девочки призвали От Белеша и Черныша Мы получили от Белеша и Черныша Так? Да Значит, Милана говорит о том Что эту информацию они специально Нам внушили, чтобы в определенный момент Когда у нас какие-то к ним предъявы Мы говорили, так девочки, давайте-ка Одно но Милана призвала Лию Не забывай про это Я про другое говорю Я помню, что я делала Я имею в виду, что они мне могли внушить Что это я призвала Я вот к чему Мы же видим вот это все, чего не помним Я вот вам про что говорю То есть здесь такая же может быть игра Это игра в игре, вне игра? Как это возможно? Не понимаю я вообще, для меня это все сложно Жила я спокойно и жила Вот эти ваши штучки все, я не понимаю А я на самом деле очень хорошо понимаю Милану И наверное, и как бы я понимаю Я просто переживаю, что нам ждать дальше А что может быть Давай порассуждаем, что может быть плохого К примеру, чебурашку не позвала На самом деле Не говорить год Лии Мне не есть тушенку, а Юрцу Побыть в армии Это действительно вариант Не очень как бы Веселый Да, еще и без гитары Ребят, давайте не паниковать перед новым годом Вот не путься А представлять, если Кате Кате, Кате целый год не петь Такое тоже может быть Ну вы совсем-то с ума не сходите Вот именно Со скульпи вдохнете Я не поняла сейчас В чем камень перед настроением? Нет, ребят, давайте сейчас не будем об этом Я не хочу сейчас об этом думать У меня предпраздничное настроение Я снегурочка Я заряжаю столько позитивов Если я об этом подумала Решила, что Нет, думать об этом надо, Катя Поделиться зачем? Ну потому что На самом деле случиться оно неизбежно На самом деле Если я не приду Нет, мы можем как-то влиять Понимаешь, на все происходящее Мы реально можем влиять И можем что-то делать Хотя бы попытаться А я скажу вам, как мы можем влиять Влиять мы можем только Общением друг с другом Если общение друг с другом Удовлетворяет наших смотрителей То и Черныш, видя, что Мы нравимся смотрителям Он как бы и не делает ничего плохого Или еще то А наоборот нам помогает То есть мы, по сути, можем как бы Владеть ситуацией Если мы не будем сраться И жить в семье А если что, грохнем их? Или Милана может Ой, Милана А Лия может их грохнуть А потом мы ее сожгем На костре А меня ты за что? Сожжем Спасибо огромное Мы же тебя будем бояться Если раньше были сильными Белый и Телный Потом, если когда ты их, так скажем, грохнешь И убей Спасибо, что ты уступил мне дорогу Я шел на кину Спасибо, что ты как бы дал мне этот путь Потому что если бы ты встал Я бы не смог пройти Брат, об душе О душе О душе Он регулировщиком работает Класс К сожалению, я уже забыл, что я хотел сделать себе Но Можешь просто опять отбить А нижний Куда может путь у коза Ага, ага Ага, ага Миланчик, попробуй Е-е Вот Е-е Молодец Ага, ага Сейчас, Макс готовится Макс Ага, ага Много бабок за ее спиной Ей нужен господин король Ей нужен Джон Сноу Ведь буря рождена Она Ей нужен Ее флоу Последняя особа голубых кровей Веру дурна, умна, спортивна, красота бровей Такой ты не подкатишь гоп, если полон кулек То тысяча карат и не спасет твой кошелек Я не знаю, куда приведут эти пути Но мы здесь собрались, у нас у всех один мотив Добраться до вершины и построить свой дворец Доброго времени суток, меня зовут Юрес Мы оказались в доме у нее Она хранительница храпа твоего Она ключи подарит от любых дверей Беги в ее объятия, беги скорее Мы оказались в доме у нее Она хранительница храпа твоего Она ключи подарит от любых дверей Беги в ее объятия, беги скорее Беги скорей На самом деле, ребята, мы хотели бы записать эти темы на студии Но когда, когда-то, когда-то сделаем это Потому что сейчас мы не делаем это Но кто же виноват, раз мы не делаем это Будет потом, значит мы на студии Сделаем все с котом Будет не только эта песня, будет их две А может быть даже три, а может быть еще и стих вполне И ты споешь песню про Лию, а Юрец про себя Ну ту, которую там с деревом лала Дерево, дерево, дерево Про себя, про тебя, про Макса, про Милану Катю, про Лию и еще про Ксю Накатим, накатим по одной, по две, по три на Новый год Приходи смелее к нам Брат, будь с нами, будь с нами, будь аккуратней, бро Просто приходи к нам, вот такой поворот Голосуйте, чтоб мы на студии записали скорей А то тогда говорится, чтоб было быстрей А то тогда говорится, чтоб было быстрей На студии скорей Ну где же, где же, где же это Звукозаписывающая планета Что я говорю? Подожди, подожди, вангую, вангую Когда? В январе В январе будет точно? Да Все, базар принят, базар как бы убит И в январе мы запишемся, ребят Обязательно запишемся, это будет Ура, папашки! Это будет точно не в декабре Наверное, скорее всего, будет в январе В январе? В январе Ясно В 2019 году В 2019 году это будет В январе В январе Но все это не отменяет то, что нас, возможно, дурит В январе Да, милая? Самое, знаешь, что пугающе? Что эти мысли тебе пришли в голову Вот что Потому что Раньше мы опирались на тебя, как на человека, знающего якобы все А теперь мы понимаем, что нифига вообще никто ничего не знает И ничего не понятно Пожалуйста, с ними не могуще Ты человек Но тем не менее, близ Новый год, ребят Я хочу напомнить нашим смотрителям, что вы можете провести эту новогоднюю ночь Именно здесь В этом нашем замечательном, уютном доме Вместе с нами С вашими любимыми героями Я уверена, если вы нас сейчас смотрите То у каждого уже есть свой любимый герой Если вы хотите провести эту волшебную ночь Год свиньи, наступающий вместе с своим любимым героем Или вместе со всеми нами Обязательно давайте задание оплачивайте Мы вас ждем Будет весело, круто Юр, согласись Будет программа Будет красивый стол Мы будем стараться Изо всех сил Чтобы вы остались очень довольны С самым хорошим впечатлением На целый год Да Поэтому приобретайте билеты Чтобы вы остались довольны Обязательно По-другому это не может Мы хотим, чтобы вы были довольны Где будильник-то, ебан А вы нами даже не играете И знаете Это немного парит Здесь сейчас сидит Юрец Безумный Макс Снова нюхает пальцы Безумный Макс Снова нюхает Безумный Макс Он молодец, научился Безумный Макс Он снова танцует вальс Вальс Танцует вальс Безумный Макс Танцует вальс Нюхая пальцы в ритме Танцует вальс И сальсу тоже спляшет Еще он вам покажет Эй Мастер-класс Безумный Макс Поставит мастер-класс Будь здорова, а заодно и счастлива Будь здорова, Милана Будь тоже счастлива Вась-Ващич расскажет Как быть Не напрасным В этой семье Вот сегодня Он поздравил деток С Новым Годом С Новым Годом Безумный Макс Пальцы нюхает редко Безумный Макс В любой игре стреляет метко Безумный Макс Спляшет Станцует И покажет Расскажет историю Про Кокс Как завалило брата Как нашел путь обратно Как завалило брата Выбирался он аккуратно Безумный Макс Наш братан Такая у нас семья И мы счастливы, что мы встретились вместе Правда? Да Мы уже полюбили друг друга Кстати, я знаете, что подумала, ребята? Что? Задание, на самом деле Вот мы сейчас говорим Дед Мороз, Снегурочка На самом деле Мы можем быть Еще в такое задание прийти Не обязательно мы можем быть Дед Морозом и Снегурочкой Например, на детских утренниках Или взрослых вечеринках Да Мы можем быть Дед Морозом и Снегурочкой В какую-нибудь организацию Прийти, например Или где продажи Например, в каком-нибудь Консалтинговую компанию Газпром Например, в какой-нибудь Комедиклаб Или в какой-нибудь магазин Вот, например, ребят Потише, я говорю Да, смотри От Елены Аржитовой И в Новый год То есть, чтобы Видели люди на русском Дорогие наши герои Выберите день до Нового года Для того, чтобы заработать деньги Для своего праздничного стола Участвовать всем Елена Аржитова Елена Аржитова Спасибо вам Елена Аржитова Спасибо тебе огромное За это клевое задание Это реально клевое задание Потому что оно будет Очень-очень крутое Мы все вместе Смотрите Поговорю сразу Мы делимся на несколько команд Допустим, да? И разделяемся Надеваем, допустим Костюмы Дед Мороз И значит Идем, значит И зарабатываем Деньги для стола Как вам такая идея? Офигенная идея Да, шикарная идея Смотри, ты с Максом Ты с Максом Нет Ты с Ли О, отлично Ты с Ли Юрец с Максом Я с Катей Ваш контент, мне кажется Заработает больше всего Поэтому Это будет очень круто Смотри, смотри Ты уверен в этом? Да я на самом деле Уважаемые друзья С той стороны экрана Мы не знаем Как все это обернется Как все получится Может быть мы скинемся А может пойдем все вместе Скинемся 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 Силами, руками И пойдем работать Знаете, я предлагаю Так, ребят, все вместе Вася, сейчас остановись, пожалуйста Нет, ребят Я предлагаю всем вместе Мы возьмем гитару И пойдем в метро В наше любимое метро Я полностью угадал Внутренний монолог Он посмеет Простите Да, значит, мы не знаем Как мы разделимся И как все будет Может быть все вместе пойдем А может по очереди Я предлагаю так, ребят Задание всем вместе Мы должны пойти с Милана Не уходи, пожалуйста А тебя взяла, сейчас обидела ее этим смехом А почему я ее заобидела Не знаю Я пальцы чем-то Это что-то я тебя изображала Она подумала Стой Куда ты смеялся Нет, я никого не изображала Я просто засмеял Что вы почти пришли в себя Прекрати Пока ты спал Знаешь, куда я их зашел? Ой Ну ладно На ком мы залезли, да? Диалог не строится, ребят Я не знаю, что это, но Это что-то свое Что-то Что-то Не понюхай Так, Елена Аржитова Елена Аржитова Ты не переживай на самом деле Леночка, солнце Ты постоянно с нами И мы Я даже уже очень соскучился Давно у тебя не было заданий Это классно, что ты прислала это задание И я прям завтра хочу это сделать Пока у нас есть свободное время На завтра у нас нет никаких дел Завтра, ребят, мы встаем Так Собираемся Я одеваю снегурку Васю Дед Мороза Вы одеваете Ты просто можешь быть играть на гитаре Мы пойдем в наше любимое метро Так И там будем петь песни Поздравлять людей с наступающим новым 2016 годом Слушай, да, хватит деньги И нам будут люди давать в шапку денежки Да Да, конечно Все вместе Все вместе Никаких роман? Да Можно, знаете, какую песню выучить? Вот эту, которая Новый год на гитарке Давай Вот слова я дам с каждому У меня много экземпляров Ну, а что делать? Ну, хотя бы один куплетик-то про Новый год Что-то надо спеть? Ну, да А давай эту песню споем Слушай, и подарки надо какие-то нам Чтоб дарили нам В смысле, не понял В мешочек складывали Деньги Давайте деньги заработаем Слушай, можно поехать, допустим Если мы будем на котельниках Можно заехать в какой-нибудь, я не знаю Там что-нибудь, где-нибудь Как-нибудь разделиться Там в мастерскую какую-нибудь заехать Ключнику какому-нибудь Да, в какую-нибудь посередскую можно заехать Спасибо большое за чупачок Поздравить с Новым годом Да Ну, вот где пусть Взять камеру Девчонки как бы Это, а мы, допустим Это, понимаешь А может дальше завтра поедем Не как обычно, где мы работаем А где куда-нибудь подальше Чуть-чуть А у нас там неплохо Ну, вот, например К сексельщикам там Подождите, ребят У нас очень неплохо получается Наше метро Мне кажется Да, нет, метро хорошо получается Тем более тратить деньги На момент Тратить деньги на проезд К вечеру можно разделиться И в двух разных направлениях поработать Да, да Ну, почему нет Попробуем Сначала все вместе Прям реально заработаем Я думаю Мы кассиря два завтра Прям в легкую сделаем Ну, это мало Это мало Это мало, конечно Что снится Что опять нас обманут Ничего не дадут Десятку надо Десятку надо Сказала Катя А как же вас Класс Мало толку Юра, для себя Новый год к нам Смотри, Юр АМДМ ЕАМ АМДМ ЕАМДМ Новый год мчится Скоро все случится Сбудется, что снится Что опять нас обманут Ничего не дадут Ждать уже недолго Скоро будет елка Только мало толку И теперь Морозы Теперь дети не запоют Новый год мчится Скоро все случится Слушай, да, давай так Милана Милана Илья, отойдите в ту сторону Вот Давай, Ильика, со мной Илья с тобой Новый год мчится Скоро все случится Сбудется, что снится Что опять нас обманут Ничего не дадут Ждать уже недолго Скоро будет елка Только мало толку Дед Мороз и песни Дети не запоют Привет с Новым годом Приходит Новый год Приходит Новый год К нам Можно свободно Ожидать чего угодно Только где носит Того седого старика Который детям Подарки достает Без рюкзака Эй, Дед Мороз Выходи Тебя сождались мы И песню твою Меня заказывать достали Покажись нам Не нервируй детей Мы кричим Дед Мороз Эй Песню вспомни Может быть какую-нибудь Дружку народную Или какую-нибудь там это Дед Мороз Приходи Тебя заждались мы И кстати Эта песня Потом будет Одним из номеров Нашей новогодней программы Давай Можно будет Да Таричек сделал Какой-нибудь Убегать можем Само Привет С Новым годом Приходит Новый год К нам И можно Свободно Ожидать чего угодно Ну тогда не сможешь Зайти А мы тебя потеряем Ты просто Бегай Чтоб мы Ну Ты видела нас Правда? Минучка Ну что Что мы решили? Смотри Твою Меня заказывать Достали Покажись нам Книги Виры Детей Мы крикнем Дед Мороз Эй! Новый год Намчится Скоро Все случится Сбудется Что снится Что опять Нас обнают Ничего не дадут Ждать Уже Недолго Скоро Будет Ёлка Только Мало Долго Если Дед Мороз Дети Хоры мне позовут А мы завтра идем? Да А давайте еще раз Милан Я считаю Знаешь почему? Потому что Потом завтра Изольда Кац Покажет наше видео И посыпаются заказы Потом будем уже Только ходить С Мороз Снегурочка Пока у нас завтра Свободный день У нас завтра Нет никаких заданий И планов Слушай, и завтра Надо дальше поехать Завтра хороший день Как раз У меня ощущение Что надо Не теряем время Завтра едем Запомни Пока есть такое Время есть Запомни Пока не будет время Это чужик Даши А я хочу А я хочу Опять По крышам Бегать Голубей Гонять Хочу Наташку Дергать За косу На самокате Мчаться по двору А я хочу А я хочу Опять По крышам Бегать Голубей Гонять Садить Наташку Дергать Нашей жизни Вон Макс Посмотрите Макс Скажи Что ты мне Сегодня Вот поет Даже Макс Уже Вы что творите Человекам Присылайте Задание Он играть Должен Попробую Я знаете Я бы мне не досказали Сказать Я вот потом Что хочу сказать На самом деле Мы можем Нам дать Такое задание Не то что Мы можем Пойти Дед Морозом Что это было Васич Ты тоже Не учился Сосать Напоминаю Что игры Реальности Находятся в гугле Когда пишешь 18 плюс После этого Вот Тогда они Найдутся точно Ребят Можно я Минуточку Скажу Своими Смотрителями Уважаемые Смотрители На самом деле Вы можете Прислать нам На самом деле Любые задания И Дед Морозом Что с Васичем Ребят Успокойтесь Я говорю Десять минут Хочу сказать Фразу Которую Никак не могу Сказать Катя Катя Я передаю Привет Всем Спасибо большое Всем Кто присылает Нам Привет И потом Давайте О задании Поговорим Иди сюда Ребка Иди сюда Скажи о задании Катя Скажи Вот вы сидите Ничего не делаете Да Вы можете Делом заняться Каждый Да Так Макс Что я придумала Сказать Нашим смотрителям Я уже Макс Заткнешься Или мне тебя заткнуть Так я заткнулся Уже Приятно На самом деле На самом деле Уважаемые смотрители Я могу быть Снегурочкой Очень нежной Просто здесь Меня немножко Заставляют нервничать Мы можем быть Снегурочкой Дед Морозом Не только На детских На детских утренниках Взрослых вечеринках На самом деле В каждой Приличной организации Каждый магазин Всегда перед Новым годом Украшают Своё Своё рабочее место Или Где-то Идут Какие-то продажи В любой магазин Любой салон Сотовой связи Любая Вообще Любая организация Где приходит Много людей Клиентов Где просто С живыми Дед Морозом И снегурочками То есть Если у вас Прекрасный Салон красоты Мы можем Прийти туда И поздравлять Ваших гостей Которые к вам приходят Предновогодний Предновогодний вечер А их будет у вас В салоне красоты Допустим Их очень много Просто поздравлять Ваших клиентов С Новым годом То есть Не обязательно Мы можем приходить С программой Проводить новогодние праздники А можем просто Быть украшением Вашего рабочего места Особенно Если у вас клиенты Сфера услуг Или сфера продаж То мы можем Работать у вас Или в магазинах Или в сфере услуги Просто Как Дед Мороз Снегурочка Поздравлять ваших гостей Спасибо большое Подумайте над этим Обязательно Присылайте нам задание Спасибо Наконец-то я сказала Передаю привет Всем привет Как вам моя идея Ребята Масич Юрец Как вам моя идея Катя У нас тут И своя идея Знаешь Не спрашивай Смотри Что она делает Олег повторяет Стоять Стоять Вот Нееет Вот Ты что В том случае Это сушки Ирина Петрова Передала Это как-то побольше Инструментов Спасибо большое Ирина Петрова Косок возьму Завтра Спасибо большое Ирина Петрова За то Что передала сушки И много-много-много Вкусных Она вообще На сорвчики Такие были вкусные И все Такое вкусное И сырок я поела А еще и сушки Макала В этот сыр И было вообще-то Вкусно Чудесно Сушки Сыр Мам А почему Ирина Петрова Вы чебурашку Не позвали Чебурашка Тоже хотела Поздравить Стучать надо Поздравить Чебурашка Тоже хотела Поздравить На елку Зажигали А Машеньку А может быть Второй раз Придет Дед Мороз Но Возможно ли Это было сделать Я дам Ампельсиновые Кожурки Дети Ну пожалуйста Я тебя услышал Ситуация Так Ну что ребята Привет С Новым Годом Приходит Новый Год Не можно Слово Дальше Молгода Только где И он носит Того святого Снарека Который Детям Парапель Встает Из рюкзака Василий Катя 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 Пожалуйста Катя Хватит Ребят Ну не смешно Ведете себя Катюш Надо встать Дорогая Надо встать Надо встать Надо встать Ай 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 Вася Что ты сделал Это не я сделал Во-первых Это не я Ты на меня прыгнул А почему буква Л Смотри Буква Мне больно Дорогая А мне не больно Лапшу Смотри Что он Да не я сделал Я Юрец Вот так вот Сделал И как бы Тихо Посох 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 А ты мне так Сделал Вообще А ты мне Мне больно Ты смеешь Катюша Я вам сейчас предлагал Вам понравилась моя идея Ты батюш понял Какое задание Могу к нам прислать В тот момент Когда ты говорила Какое задание Я делала бы так Кто херан Нас интересуют Другие вещи Нам абсолютно Похрен Уже Видишь Как семья уже Давай Подождите А когда мы Поднимем деньги За рома Нет Давай танцевать Лаванду А когда мы Поднимем деньги За рома Лаванду Нет Лаванду Давай Нет Ты бери меня За талией Пошли Вот так Реально Я уверен Что Когда вы увидите Как мы поздравили Малышей Машеньку Верочку Сашу Я больше чем уверен Что вам Вы увидите Вам понравится И вы начнете Присылать заказы Мы обязательно приедем А еще знаете что Секунду Случайно Тут Не давай Другой На самом деле Никто не хочет Разговаривать Никто ничего Не делает Все танцуют Что-то происходит Передаю Всем большой привет Если вы на все Это смотрите То мне кажется Что это не очень Интересно Лучше посмотрите Какой-нибудь Классный фильм Я бы посмотрела Какой-нибудь Я бы посмотрела Амели Знаете Очень клелый фильм Она говорит Лучше посмотреть Какой-нибудь фильм Чем то Что здесь происходит А почему Сейчас спать пойдешь А что такое Спать сейчас пойдешь Я ничего не понимаю Что это Я что-то вам сказала К примеру На корпоративе Можете давать нам задания А мы прямо На корпоративе Будем их Исполнять Это тоже клево По-моему Представляете Мы сидим за столом Там такое пати И тут кто-то Слушайте А хочу чтобы Юрец Там то-то-то-то И мы прям При вас же Тут же Делаем это задание Представляете По-моему это круто Ну хорошо Спасибо Давай Я ухожу Ухожу Пусть Я боюсь Вась Васич Ты ругаешь Мне страшно Вот еще один Иди-ка На дохват Успокоился Рассказывай Котыка заходит От сюда Я ее уже боюсь Реально боюсь Он этим посохом Думаю Я посижу наверху Чтоб ты не боялся Хорошо Катя Он про тебя Тут говорит Ты че Катя обидел Что ты Я обидел Каким образом Например Вот так Или вот так Дернул Лучше Милану покажу нашу костюм, вашему разбирателю. Какие у нас есть замечательные костюм Деда Мороза и Снегурочки. Да нет, нет, нет. Это надо. Серьезно? Да. Сейчас я его одену. И вы увидите. Вот в таком наряде я могу приходить. Еще у меня есть вот такой прекрасный кокошник. Вот. И в такой Снегурочке я могу прийти к вам поздравлять. Вот с таким вот Дедом Морозом. Вот. Пока он меня боится, он пока внизу. Потом немножечко как-нибудь бояться. Вот. С таким мы можем прийти к вам вас поздравлять. Еще у меня есть шикарные. Я правильно все сделал, Лия? Мысленная пятюня просто. Вот так. Буду дэйч. Отбей ее. Да? Вот так. А теперь песня маленькая о жизни. Сумасшедший дом, я в него попал. Сумасшедший дом, я раньше в нем тут не бывал. Я ее спел. Класс, класс, класс. Я знаю, я подпевал тебе. Я подпевал тебе мысленно. Куплет тебе этот понравился? Вот. А помнишь тот куплет? Ае было шикарно. Про наследников. Она как финальчик добавила. Ае, ае. Слышал ее? Ае, ае. Вот тут вот, да? Когда она выдавала. Что в мысленной песне. Мысленной песне. А это ты была? Нет. Я думаю, это Макс был женским голосом делал. Нет, я это делал. Да? Это ты была? Да. Я так рад вас видеть, не в темных. У тебя на носу осталось от очков блямба, как будто тебе кто-то... Ужаренная! А теперь что мне с этим сделать, Вась, ввозить блямбу? А почему ты говоришь... Куда ты пошел? Куда ты пошел? Ты что? Ты Кате пошел? Опять ее троллить? Скажи, не молчи. Так, так. Пошли, срочно. Пошли. Пошли, пошли. Давай, заходи сюда. Давай, поехали, давай. Уважаемые смотрители, создавайте задание и к нам на 31 декабря... Давай, подбодри меня, ну. Ну. Я же все сделала без тебя сейчас. Ты же не захотелся на месте. А я теперь сейчас захотел. Давай. Ты уже поздно, я там с кофе вместе сделала. Ты мне синяки поставил. Подожди, подожди, подожди. Почему поздно-то? Я тебя боюсь, Вася, что ты что, не посмотришь. Теперь ты меня боишься? Да, ты агрессивный очень, ты мне синяки сейчас поставил. Какие синяки? Я сюда заходил. Ты мне такая, подожди, подожди. Давай расскажем. Вот сейчас, давай. Только что ты меня за руку тащил и поставил синяк, как, блядь, больной. Не обижай, Масич. Ты сестренку не обижай. Она же хорошая. Она же не... Она же... Катя. Как-то так, тащит меня сила и синяки мне наставляет. Я уже сейчас я никак не ухожу. И сюда. А чем, ноликом? Не, он скажет или ноликом, или... Слышь, Глади. И верифму я еще не придумала. Мунктиром, да? А получался неплохой стих. А потом пришел Вась Васич и стих как-то прервался. Зато у меня есть сушки. У нас есть сушки, а не у тебя есть сушки. Личка. У нас есть сушки. Что рассказывай? Суши. Ты же знаешь, что у меня очень большое чувство справедливости. Да, я знаю. Ты знаешь это, да? Пойдем, подожди, подожди, пойдем. Пойдем. Вот теперь расскажи мне все. Давай. Суши, Вась, Вась. Что? Угу. Ей больно стало. Угу. Ну ты же знаешь ее. Я ничего ей больного не сделал. Она приврала. Я сделал просто вот так вот. Вот, пойдем со мной. Так же, как она, когда я выходил. Вот точно так же, понимаешь? Давай мы просто исправим ситуацию так. Пошли повезти. Ну, Вась, она же... У нее болят суставы. С ней надо аккуратнее. Пойдем. Да пойдем. Пойдем, я начну. Ты там это можешь. И потом проще будет. Пойдем. Давайте я вам. Вась, у нее суставы же болят просто. Поэтому с ней надо чуть-чуть аккуратнее. Понимаешь? Придуман не нами. Я, Васич, пошел. Ты меня не бросай, пожалуйста. Понимаешь? Подойди. Я знаю все, Вась. Я понимаю. Я тебя прекрасно понимаю, как никто. Что? Молодец. Садись сюда. Зачем? У тебя ручка болит? Нет. Я не живу-то. Иди сюда, зайчик. Иди сюда. Садись, родная. Садись. Что у вас произошло? Ничего. Пусть я за ручку дернул. Прибежал сюда. Я здесь была. Прибежал, начал меня тащить туда. Зачем? Не пойму. Силой вот так взял меня за руку и потащил. Да. Не пойму зачем. Не знаешь? Не знаю. Что он хотел от меня? Наделилась я тоже. Как твоя ручка? Нормально все. Сестричек надо беречь. Ровно. Мы просто, наверное, устали. Ой. Мы просто, наверное, устали уже друг от друга. Сегодняшний целый день. Да, возможно. Нам отдохнуть надо друг от друга. Да. Бывает такое. У меня точно сейчас такой период. Я чувствую. Ну ничего. Нет. Когда я вернулся, я хотел... Это очень неприятно. Это очень... Я хотел показать, чтобы она сделала то же самое. Ну да. Я ее вытащила. Ну давай, снова давай вместе делай. Миндишку. А она? Не знаю, сколько она. Берет мной. Вот так вот. Манипулирует? Пускай Максом это делает. Юрой, тобой. А что? Мне не нравится это. Не могу я. А вот когда она просто нормально попросит по человеку, я же все для нее сделал. Ты же знаешь. Да, конечно, я знаю. Все. Ты всегда все делаешь. Ну вот когда она начинает рубать босса со мной, меня это немножко раздражает. Очень вкусные сушки. Кстати, да. Очень вкусные сушки. Они ванильные? Они очень вкусные. Они ванильные просто. Они не такие сушки, как... Не вкусные сушки. Они такие сушки, как вкусные. Понимаешь, Вася? Ну, потому что не ванильные. Да. Так, поэтому сейчас минутка для стихотворения. Давай. Александр Сергеевич Пушкин. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобой. Тобой. Одной тобой. Уныние моего ничто не мучает, не тревожит. И сердце вновь горит и любит того, что не любить оно не может. Громко с выражением. В метро это завтра сможешь сделать? Вот как декламация. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Да. Шумит арагва предо мною. Да. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобой. Тобой. Одной тобой. Я бы полтишок был бы лишний кинул бы. Уныние моего ничто не... Вот так вот прям вот так вот. Да, да. Ну конечно. Народ идет. Он понимает, что ты начинаешь это так делать. Какой-то уставший человек идет на работу или сработает. И слышит, как издалека уже твой голос. Нужен Дед Мороз. Поздравить Тимофея с Новым Годом. Вась Васич. Дата начала 29-е, 12-е, 17-е. Дарья Колесина написала о том, что я, мы все вместе. Дарья Колесина, мы обязательно придем и поздравим Тимофея с Новым Годом. А во сколько вы идете куда-нибудь? Не понимаю, во сколько мы идем к Таисии. Но мы точно знаем, что мы, во-первых, поздравим и Таисию, и Тимофея, и Дарью Колесина. Пойдем скорее, обрадуемся. Всех, всех, всех. А что-то так не хочется наверх подниматься. Вдруг резко мне перехотелось. Ребята, отличная новость. Я бываю груб, твоей любви прости. Я с тобой всегда за, без тебя всегда против. Отпускай тормоза, ты словно мой наркотик. Я с тобой всегда за, без тебя всегда против. Отпускай тормоза, ты словно мой наркотик. носочки ты словно мой наркотик 29 12 к даре колесниковой пойдет не только ты или а еще она написала только что нужно поздравить тимофея так понимаю это ее сын или кто-то тимофей тоже с новым годом то есть мы пойдем все втроем отличная новость вас еще так рада и я очень очень то есть ты хотели пойдут в два места ну я и катя пойдешь я и катя пойдем в к таисии так вот а потом мы пойдем все втроем а к даре колесниковой а все колесиной ты выучил фамилию блин я не даре колес блин это такая классная новость потому что я с катюхой сроднился вообще мне кажется я ближе всего к ней стал здесь настолько мы вместе стали кто не позволяет васича со мной вести потому что ну как бы она ждать еще она знает когда меня уважать как как со мной общаться знает абсолютно знает как это делать чтобы и зайчонок придет вас поздравлять с новым годом он похож как из мультика вот это четыре сыночка и лапочка дочка вот такой вот забавный мультик кстати говоря если нам пришлют огромный рулон бумаги то мы сможем сделать огромную снежинку но еще лучше если вы пришлете максиму и мне playstation хотя бы первый вот этот вот квадратники было бы очень прикольно потому что когда мне было пять лет я в него играла и мы не очень нравилось я бы сейчас снова бы поностальгировала и сделала бы обзор всех моих любимейших игр на playstation 1 кому это интересно вообще никому но мне будет очень интересно не знаю как еще вас мотивировать чтобы вы это сделали вообще не знаю но скажи что нибудь ну да и мне зайчонок мне тоже надо к ней как-то ноутбук конечно о чем я говорил до этого вас васич я хотела сказать смотри как максик у нас похож на зайчонка нет 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 знаешь на кого макс реально похож когда он рассказал эту загадку про кота про кота я реально это реальный код во первых смотри 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 нет послушай во первых когда он пальцы когда он пальцы унюхает он делает вот как как кот вот так потом он сказал почему коты не любят воду потому что сказал что коты моют себя им вода не нужна макс он не очень любит воду как бы мы все это знаем да если делают вот так вот он реально мне кажется в прошлой жизни был котом скажи мне честно ты был котом а еще смотри вот эти две или аргументирует почему он похож на кролика давай потому что смотри такой немножко пугливенький такой весь хорошенький он так лапками делает так кролики морковку едят нет морковку кролики вот так едят а он делает вот так вот как будто как кот моется он больше он больше похож на зайчонка давайте пожалуйста устроим голосование на сучок вроде как я все я решила смотрите ли решают все мы здесь не решаем ничего уважаемые смотрители мы устраиваем голосование на кого больше похож макс на кота или на крольчонка правильный ответ крольчонок все голосуем пусть будет честно правильный ответ крольчонок один мяч пожалуйста так приберу я так юра дам слова ходит год молодой старый уходит царь снежинку с такой спрячь ладонь желание загадай не крепко ладонь джима и все и новый год что вот-вот настанет исполнит рук мечту твою если снежинка не растает в твоей ладони не растает пока часы 12 бьют это легко это легко да давай вот я думаю классно вот этого давай смотри романтика фабрика да фабрика давай почти просто не встаем встаем давай красивым девушкам всегда на месте не сидит они готовы ты потевает в куплет поэтому прикол этого выключателя нету здесь не выключается сейчас бога что я твой мяч так ребята мы поем песню про нас про девчонок случайно прости да нет я не почувствовал даже да нет тебе прощение надо было говорить это можно мне найти по нашла давайте ребята песенку хороший красивым девушкам всегда на месте не сидится они готовы день и ночь плясать и веселиться менять поклонников и зажигать по дискотекам и сись куда-то на край света но однажды все равно пара-ра-ра-па-пам найдет она его пара-ра-ра-па-пам такого одного па-па-ра-па-па такого своего па-па-ра-па-пам я вижу хочешь ты мне что-то сказать встать поближе если хочешь то конечно я засядь поближе оглянись и загляни мне в глаза я же вижу что-то важное ты хочешь сказать сядь поближе я отвечу если хочешь ты знать что хочу тебе я тоже сказать что как дура я влюбилась в тебя слышишь меня романтика в самолетах романтика в автомобилях романтика на курортах романтика ой девочки влюбилась и полетела коротень гонков и смс нашли свидание у подруги и кафе экспресса и сцену ревность и скандал изгнание подруги и так по замкнутому кругу но в итоге все равно хорошо найдет она его пара-ра-па-пан такого одного пара-ра-па-пан такого своего па-ха-ха-ха-ха-па вижу хочешь ты мне что-то сказать вижу вижу если хочешь то конечно я засядь поближе оглянись и загляни мне в глаза и ажи вижу что-то важное ты хочешь сказать систи ближе и романтика В самолетах романтика, в автомобилях романтика, на курортах романтика, ой, девочки, влюбилась. Ладно, достаточно. Было довольно-таки неплохо. Слушай, мы с Снегурочками можем спеть эту песенку. Какими Снегурочками? Вот такими Снегурочками. Вот нас позовут, нас таких прекрасных. Итак, Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы проводим корпоративную вечеринку в Газпроме. У меня еще есть у тебя. Корпоратив в Газпроме. Вот мы споем эту песенку. Такие вот прекрасные Снегурочки. А знаешь, что давай начинаем? Отснимем все на 360. Все круто. Что я хочу сказать? Нет, нужно, знаешь как, нам немножко поднакидать. Или хотя все будет импровизация у нас, наверное, скорее всего. Да, конечно, да, господи. Там же разберемся по ситуациям. Здравствуйте, корпоративчик. Все проведем. Ну, ты все проведешь, я поем. А, подождите, вы 29 обсуждаете. Ну, не только. То есть сначала, Тимофей, получается, это будет... Мальчик маленький. Да, да, да. В смысле Тимофей, это будет как бы утренник от вас, Василия Дина Мороза. А потом переходим плавненько на взрослую вечеринку. Да. Та романтика. Самолет. Нет. Нет, романтик. будет здорово и кстати говоря если нас до сих пор кто-то смотрит я уверен что нас кто-нибудь досмотрит пожалуйста не забывайте голосовать на нашем сайте как мы выполняем задание не забывайте о том что вы именно вы сможете с нами встретить именно этот наступающий новый год задавал дел делайте быстрее задание оплачивайте мы вас ждем еще не забывайте такой момент что вы будете в прямом эфире и вас могут наблюдать все ваши родственники знакомые друзья со всей с любой точки мира понимаете вы будете открыты для всех для с любой точки мира за вам будут наблюдать как вы празднуете новый год а вы будете его праздновать на самом деле не не вот так сложа ручки конечно ты куртку не трогаешь и речь трогай я уже потрогал я не понимаю что не очень скат так теперь поменяйте задавать 321 именно чередуя вверх и низ ю обязательно вверх и низ чередуя потому что то есть в этом суть да то в этом суть действий максима надо проверять каждый раз открывать просто смотреть что вообще было только но и есть на месте все что за новость слушайте ребят я тут только что узнал как вы думаете как называется в туалете а то самое место куда мы значит ходим как она называется туалет унитаз да как называется унитаз какой фирмы васящий ты дебил вот реально думаешь что есть унитазы с именем вас васич не знаю друг подожди 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 вот и вот просто предположил ты подумал что возможно такое может быть да или тиры что нет а как васящий знаешь как называть как фирма которая предоставила нам унитаз санита санита абсолютно абсолютно точно не делал там написано прямо на нигде но унитазе до санита санита ну вот мне кажется восьвасе было бы куда интереснее да крест а почему не ю рец ю так по-английски и вот так вот знаешь рец было прям в унитазе прям вот там в этом ты садишься о рец а здесь ю ю рец а знаешь что было почему нет а ну то если вот откладываешь ю рец а прямо на нарез так падает этот лиц делом вырезано вв и когда какаха боевая не трогай сука не трогай вы замолчи а вы вы вообще корич вообще ничего не говори на идеал понял меня конечно понял да там бы было вас нет не хочу слушать ю рец все выходим я оставил тебя я оставил тебя ненадолго я верну я вернусь когда вас еще а что вот смотрите видите как только ухожу у него остается понимаете один на один с вами не дает вас и начинает что-то там говорит говорит я ухожу не дает возможность не дает сказать не дает вызвать короче когда вас входит ребят я люблю играть уверена ты тоже не сложно же кнопку нажать и выбрать себе героя задание задавать прокачивать всевозможное и рейтинг ему поднимать а себе бонусы тоже играть к живыми людьми ты мог себе это представить ведь круто же смотри ты вместе с героем своим идешь единственной цели наследство заполучить и стать знаменитым в мире катя ну есть какой-то предел понимаешь что сейчас говорил юра что ты понимаешь он инициалы в в ассоциировал с унитазом но есть же какие-то пределы ну как так можно такое нельзя вообще никому допускать поаккуратнее словами так я тебе о чем и говорю что я тебе о чем и говорю что случилось инициалы в в он нельзя мне мальчику было ставить на минутку как здесь у них что я сочиняю вот это все при при всех при наших смотрителей было сочиняю я я в шоке реально шоке короче я не знаю как теперь выходить из дома васич прибежал в на ну как обычно в истерике вот так и говорить представляю что я узнал я говорю что угадай как наш унитаз называется я говорю вас васич это дебил ты дебил я спросил потом он сказал знаешь что унитаз оказывается на что называется санита серьезно это серьезно не шутки иди посмотри прям на нем написано разговор дошел дальше с чем раздор я не пойму короче я сказал что васич ну в в буквы вот там на донышке когда ты собственно цветок откладываешь вот эти буковки заполняются и сразу видно инициалы васича вот а он говорит про какие-то инициалы в в в инициалы вообще нельзя трогать это мне кажется понимаешь просто нельзя так на руку очень у нас и ним и с этим параллель параллель вести вы мои ладно уж вам да я клин я этого не делал это моя семья я понимаю но пожалейте его извините извините пожалуйста нет а на самом деле мне не надо жалеть я не нуждаюсь жалости это очень такой жалкий человек не надо жалеть все у меня хорошо просто вот в этом мы разные в этом мы расходимся с вашего мнения но мы стараемся не оскорблять не ругаться не ругаться самое главное и как бы есть у нас предел как бы границы потому что я насчет его шутить никогда не буду я буду шутить насчет васича перестраховался я только об этом изначально и говорил естественно естественно я буду шутить я буду шутить дракона если кто-то не видит могу поближе показать это будет дракон дракон с лотосом прошу обратить внимание какие у него симпатичные ушки этого такое у него ушка это будут два лотоса меня зовут ли а 3 4 1 2 закончили рушку с ними одну игру здесь поздравим их заморожен да давайте сначала сделаем а потом заморожен давайте да пофиг народ будет у конечно не думал что будет я не в том плане надо не в игры играть а деньги зарабатывать я вот что ты говоришь хорошо как мы так и будем листовки возьмем обязательно да и листовочки будем раздавать нас так уже получалось хорошо помните всегда ухаживать за мной сестричка милан сказал мне что еще не на бандита похоже а мне наоборот сегодня нравится дам сильно на красиво вот такой брать цукатя куда ты пошел вас есть почему у тебя в кармане что-то сурши ты что-то прячешь от меня опять вот такой братец ухаживается ухаживается не значит херачит плеч а за ним ухаживает а потому что такой братец как и живем я молчу о твоих синяках на моем теле откуда он тебя бьет нет у него просто такие грубые руки он не хватает за руки тащит чтобы быстрее куда-то шла вася куда ты а очень активно ведешь катю все время очень он просто всегда торопится он переживает и беспокоится обо всем ты так дышишь и торопится у тебя есть борода я тебе у меня есть борода а ты такой красивый с бородой в твои попалась сети а ты такой красивый с бородой мечтаю о дуэте и все и не выбрана сети это да я понял понял естественно точнее сеть была что это еще может быть сколько время вася вася 25 минут ваесятого когда время очень долго идет да ребят значит на завтра мы договорили завтра мы выезжаем зарабатываем деньги да да все решено сушки я забираю решено ну-ка сел милый чё ты милый чё навалился на плечо я влюбился горячо к 3 хорошо я возьму 3 3 с половину возьми давай я тебя по губам пошло как бы аккуратнее вот такие дела вот такие дела я надеюсь я надеюсь реально нет такого смотрителя который ждет эти моменты и реально их вырезает таких надо побольше знаешь потом какой-то момент пачку нам вы мы катюш ли максим вы вдвоем мне кажется у них заняты рты а ли максим вы вдвоем или у лиза вот эти темы то я не понимаю каждый раз и я все время встреваю в капкан твой молодой да подожди давай просто проверим ли а что ты делаешь слышишь ли почему что максим с тобой все хорошо ли сейчас в уборной такая сидит тихо с максимом все хорошо ли а с тобой максим она с тобой слушай может это как он помнишь катина фраза любимая прекратить издеваться над людьми месяц не понял макс что делаешь я пытаюсь разгадать вот так а вот это вот вот это что это потайная комната там есть там потайная комната даже по звуку это есть короче надо разобраться код какой то здесь есть по любому кода ты думаешь там милан я удатаясь да как-то вот видишь ты думаешь милана там живет активировать хочу ты думаешь милана там живет может быть именно она обычно где-то здесь ну давай давай расшифровывать так значит помнишь там звук такой был узумумов код на оружие узумумов узумумов есть это вывасить еще было узумумов нет там не подойдет его жопа не подойдет да я я от года брал порой попали все я пошел свои какие-то вот так все время и бывает сначала дерутся выгоняют а потом ее что ты делаешь ничего не делаю я существую ах как хочется вернуться не знаю что прияснилось что максим сжигает дом этот бензином поливает да это может быть лучше не говорить потому что от него можно ждать все что угодно да да папа 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 папара папа пара папара папара пара мы не нам вы не на боли я хотел именно это сделать на мой не на боли анна прекращая но у вас есть как прекратить ну как бы просто ну ты чё меня в танец берешь ну ты чё творишь уважаемые смотрители это очень странно что он делает я на самом деле начинаю напрягаться вот это все вот это у него. Вот видите, что делает? Он руку тянет, вот я не знаю, зачем ты тянешь руку? Убери, не надо свою руку тянуть куда-то к себе. Пожалуйста, не надо это делать. Юра, ну серьезно. 18 плюс, поехал. Почему очень новую твоя, ты сейчас просто придумал ее. Вот прям на ходу ты ее придумал. Не ври. Покажи, где у тебя ответы и бумажка. Че ты ври, лечи мне, ты придумал загадку. А Юрия, ты не придумал новых загадок? Придумал, я ему хотел что-то загадать. Вот, Катя, загадай. Закрой уши, значит. Закрывай уши. Почему это я должен закрывать уши? Потому что я не хотел слушать загадку, Васич. Ты не хотел слушать? Тогда слушай чистушку. Закрывай ушки. А мне милый изменил, и я упала перед ним, что я дура падаю, пред такое падлою. У-у-у-у! Полотняная Рубаха. Подожди, когда ты делаешь у-у-у-у! И ты еще добавляешь, у-у-у! Вот так всегда делаешь, поэтому добавляй так. Полотняная рубаха, полотняные портки, а в портках такая штука. Хоть картошку ей толки. У-у-у-у! О! О! Вай-то положу! А это про что ты пела сейчас? Проел до трясов? Обалдеть! Ну-ка давай дальше. А что ж, давай еще раз. Так, сейчас. Ну, чтобы прям добить. Ну, сейчас, ребят, надо хорошенькую, да? А мне милый изменил, а я не обешала, в переулке догнала, пиздельно обешала. Это игры реальности! Это игры реальности! Реаль... Субтитры сделал DimaTorzok